Белосиние сняли главу Коминтерновского поселкового совета. После чистки в исполнительных органах власти партия региона взялась из-за органы местного самоуправления. Под присмотром главы Коминтерновской райгосадминистрации Ивана Марзака депутаты приняли решение высказать свое недоверие мэру Коминтерновского Андрею Калашникову. Впрочем, самого его на сессии не было, ввиду того, что неизвестные люди блокировали вход в поселковый совет. Из-за этого он отказался ее открывать. Но это не помешало начать сессию и без его участия. К началу заседания сессии Коминтерновского поселкового совета возле административного здания собралось довольно много людей. В этот день мэр поселка Андрей Калашников должен был отчитываться перед депутатами о проделанной работе за 2012 год. Ситуация усложнялась тем, что он не так давно публично покинул ряды партии власти. Поэтому на сессию прибыл с массовкой глава района Иван Марзак, который подготовил низложение председателя поселкового совета. На место событий прибыли даже депутаты областного совета. Было вынесено решение о исключении ее с партии регионов. И, соответственно, люди, которые я общаюсь с ними, хотят тоже определенное недоверие и, соответственно, перевыборы видать. То есть того достойного человека исключили из партии. Ну, было буквально там пару дней, мне кажется, назад. Впрочем, партийные функционеры либо путаются в показаниях, либо просто не договорились как врать, потому что председатель района называет совсем другие сроки. Два месяца назад партия регионов Коминтерновского исключила его из своих рядов за плохую работу, за отсутствие вообще понимания, как надо работать и как понимать людей. Все обвинения в том, что Андрей Калашников не справляется со своими обязанностями, довольно странные. Тут четко прослеживается политическая игра. Кроме массовки от Коминтерновской администрации, на сессию были приглашены представители политической партии «Удар» и всеукраинского объединения «Свобода», которые не смогли найти ни одного законного аргумента для снятия полномочий с главы постсовета. Калашников Андрей Валерьевич не нарушал Конституцию Украины, не нарушал законы Украины, и нет ни одного акта, выданного какими-либо правоохранительными органами или судом, о том, что он нарушил какие-либо нормы. Еще более странно выглядела массовка людей с плакатами против Андрея Калашникова на фоне слов жителей самого поселка. А я поддерживаю Калашникова. Мы выбирали Калашникова, мы и за ним, они имеют право его снять. Только до власти пришла людина, которая за народ, которая народу помогает, так сразу он стал власти нашей неугодной. Его надо убрать, потому что он не такой, как он, как они. Но самое интересное началось чуть позже. Даже журналистам было сложно попасть в здание поселкового совета. На входе стояло двое молодых людей, которые просто никого не пропускали, кроме депутатов. На просьбу к милиции вмешаться и помочь попасть в сессионный зал никакой реакции не последовало. Но после команды Ивана Марзака представители СМИ все-таки пустили. Ситуация очень удивила председателя поселкового совета Андрея Калашникова. Кто это, что это, никто не представляется. Кто они такие, почему они не пускают? Я не знаю. Они не работники селочной рады, они не жители Коминтерновской селочной рады. Я не знаю, кто это такие. Вот такая вот ситуация у нас. Вот это вот начало сессии селочной рады. А эти ударовцы, вы позвали их, чтобы этих журналистов не пускали? Ну, сколько пускать? Вон удар стоит, и не пускал журналистов. Нет, давайте не перекручивать. Вот мы этих людей протащили только что. А нас не пускал ни удар, а два здоровяка стоящие. Так это удар. Такой удар. Вот ударовцы стоят. Довольно странно, ведь представителя партии «Удар» пригласил Андрея Калашникова, и он теперь блокирует вход в поселковый совет. Что ж, возвращаемся к дверям. Но это не ударовцы. Это ваши люди? Чьи это люди? Кто это такие? Откуда вы за... Глава администрации. Глава администрации. Вон милиция стоит. Пожалуйста, позовите милицию, она на журналистов не реагирует. Пусть выяснит, кто это люди стоят, которые не пускают. Ну, давайте выясним. Смотрите, а на основании чего они должны выяснять, что это за люди? Так они препятствуют... Кому? Кому? Приглашенным людям. Где приглашение? Вот пока приглашение. Давайте, господин. Приглашение покажите. Председатель райдержадминистрации сюда. Приглашение покажите, пожалуйста. На каком основании отзывы? Приглашения нет. Вы видите, ребята, о чем нужно говорить? Вот так Иван Марзак просто пытался нас обмануть. Ведь на дверах здоровяки не пускали именно ударовца, Виталия Свичинского. Увы, комментировать свою ложь глава Коминтерновской райадминистрации отказался. Ну, вы только же говорили, что это ударовский. То есть очень надо... То есть объясните, кто эти люди? Впрочем, выйдя через черный ход, мы все-таки заставили милицию пропустить представителя удара на сессию. Кем была она открыта, непонятно. Председатель постсовета ввиду беспорядков отказался ее начинать и покинул помещение. Депутаты, как на пионерской линейке, рассказывали о грехах Андрея Калашникова. Кто-то внес предложение выразить недоверие. Все депутаты под пристальным наблюдением Ивана Марзака приняли это единогласно. В этот момент желающие попасть на сессию уже добрались до дверей зала, где в толкотне кто-то применил перцовый газ. Часть которого попала и к депутатам, готовящимся к тайному голосованию против Андрея Калашникова. В какой-то момент они обвинили представителей СМИ, мол, из-за вас тут травят газом. Даже проголосовали за то, чтобы журналисты покинули заседание. Но Иван Марзак, понимая, что это нарушает целый ряд законов, дал указание не выполнять это решение. Журналисты стали свидетелями голосования, результат которого отставка председателя постсовета, что для Андрея Калашникова не стало неожиданностью. Всю неделю депутатов запугивали, приводили в администрацию, на второй этаж. Садили и говорили, вы должны голосовать вот так, его должны снять и все остальное. Потому что он не угоден. Вот вам слово угоден и не угоден. Сегодня страна поделилась нужный человек и ненужный человек. Может быть, Андрей Калашников действительно плохой хозяйственник, и его надо было бы снять с должности. Но какое отношение районная исполнительная власть имеет к местному самоуправлению? Областная администрация все время подчеркивает, что она не имеет права вмешиваться в работу местных советов. События 21 марта в Коминтерновском показали, что эти слова ничего не значат. Стоило Андрею Калашникову выйти из провластной партии, как моментально были организованы гонения со стороны районной администрации, которая, собственно, и устроила это шоу сомнительного качества. Партия регионов в очередной раз показала свое лицо и сделала еще один шаг к своей дискредитации. Что, впрочем, и неудивительно. Так сказать, покращение уже сегодня. Вадим Тютюкин, Юрий Весилок, телекомпания Круг.